Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, это будет очень необычное переодевание. Елена и Лариса привезли мне вещи домой в связи с тем, что их магазин закрывается и переезжает на новое место. И опять же, именно с этим связаны ранние скидки. Я рассказывала, что в Италии скидки устанавливаются законом, и точнее, дата их начала. Из-за того, что Елена и Лариса переезжают в другое помещение, они смогли скидки начать чуть раньше на всю новую коллекцию. Скидка 30%. На прошлогоднюю коллекцию, которая не была распродана в силу очевидных 7 причин. Скидка 40%. Итак, первое платье, которое я примеряю, это платье Фабиана Филиппи трикотажное. Легкий трикотаж. Как я люблю говорить, не всегда на камеру передается плотность ткани. Это как раз таки трикотаж, рассчитанный все-таки на жару в городе. Характерная полоска. В комплекте идет также кожаный ремень. Ремень в данном случае я надеваю, так как это чаще всего и предлагает Фабиана Филиппи, чуть-чуть ниже, практически на бедрах. Очень часто именно на манекенах таким образом предлагают подобные платья. Это белое платье, как и любая белая вещь, будет очень красиво смотреться с яркими аксессуарами, с яркой обувью, с яркой сумкой. Но можно поддержать стилистику Фабиана Филиппи и взять аксессуары, обувь, украшения тоже в натуральных цветах. Вообще Фабиана Филиппи для меня явилось открытием в том, что касается красоты натуральных не просто тканей, а именно цветов. Потому что, например, это платье, оно очень интересного цвета, серого, с небольшими вкраплениями желтого. Это такой очень теплый серый цвет. Платье льняное, платье, если я не ошибаюсь, все-таки на подкладе, да, оно на подкладе. К нему также прилагается небольшой, тонкий, точнее, ремешок. И это платье можно носить красиво с высоким поясом. А можно носить так, как предлагает Фабиана Филиппи. Это тонкий ремешок, характерный тоже для Фабиана Филиппи, который носится, скорее, слегка спущенным, чуть ниже талии. У этого платья мне очень понравился узкий рукав. Мне нравится, когда на широких платьях узкий рукав. При этом платье очень интересно скроено. Именно за счет этого оно очень красиво смотрится на фигуре. Оно достаточно узкое в плечах, узкое в рукавах, и при этом оно расширяется. Я меряю, скорее всего, на размер, а то и на пару побольше, поэтому платье на мне сидит, прежде всего, в районе горловины, достаточно свободно. Следующее платье в духе сафари, городского сафари. Мне очень нравится такой стиль на себе, на других. Платье из хлопка рассчитанное на жару. Хлопок достаточно тонкий. Подобное платье незаменимо в городе, если вы соблюдаете дресс-код, если вы вынуждены делать те дела, когда необходимо все-таки более официальная одежда. Красиво смотрится пояс, он тоже слегка приспущенный, есть карманы вместительные, все в духе сафари. Посмотрите, как красиво сделан подол, у него разная длина, и он слегка закругляется по спинке. Следующий образ я продемонстрирую вам его так, как чаще всего предлагают нам силуэт на витринах Максмары. Блуза Максмара, юбка также Максмара. Вот очень часто мы видим на витринах Максмара как раз-таки вот такой силуэт. Свободно сверху, свободно снизу, при этом одна вещь как будто бы перетекает в другую. У этой юбки очень интересный пояс-банк, который завязывается сзади, но повторюсь, на мой взгляд, вот такой силуэт, если аккуратно завязать сзади пояс, тоже имеет место. Повторюсь, это прямо-таки в духе Максмары, очень часто подобный силуэт на витринах мы можем видеть. Красивый, необычный пояс, можно завязать на банк, можно оставить кончики, просто завязав в узел, будет очень красиво это смотреться в движении. Юбка тоже из очень тонкого хлопка и блуза льняная. Очень красивый образ получился, пожалуй, в этой подборке. это мой любимый ансамбль. блуза очень красиво сделана, у нее красивые детали на манжетах. Красивая деталь центральная, обрамляющая воротник и также скрывающая застежку. Посмотрите, какая необычная деталь на юбке. Разрез слегка смещён. Обычно такой разрез бывает спереди слегка смещённый, но Макс Мара предложила подобный смещённый от центра разрез именно сзади. Блуза Макс Мара, брюки тоже Макс Мара. И снова силуэт, который я вам покажу, на мой взгляд, в духе Макс Мара, того, как оформляет витрины. Единственное, что здесь, конечно, нужно поменять обувь. Я меняю платформу и танкетку на сандалии на плоском ходу. Очень красиво, очень расслабленно, в духе венецианского гида. Я говорила в одном из своих видео, что венецианские гиды в Венеции одеты лучше всех. Это действительно так. Они умеют одеваться в жару. Очень красиво, своеобразно, необычно, элегантно, одновременно. Вот такой расслабленный образ. Прямо-таки со шляпой я его вижу. Возможно, с соломенной сумкой также. Поскольку на блузе есть украшения в виде рюши центральных, сюда бы я не добавляла ничего на шею. Но в целом, прямо-таки, готовая формула для путешествия. Белая блуза, если она ничем не украшена спереди, можно добавить украшения в виде каких-нибудь ярких буз. Очень красивые штаны из тонкого хлопка, посадка высокая. Я вижу сейчас на монтаже, что я не дозакрыла две пуговицы, застегнула только на одно. Эти брюки я меряю с футболкой. Очень интересно, футболка висела рядом с этими брюками и с другими брюками. Также висела блуза. Я не совсем поняла, как Елена и Лариса закомпоновали оба комплекта, но мне почему-то показалось, что именно с этими брюками футболка будет смотреться лучше, чем блуза. А блуза будет лучше смотреться со следующей парой брюк. Сейчас я объясню, почему. Блуза Максмара, брюки Максмара. Блуза имеет такую интересную вставку из трикотажа. Блуза сама хлопковая. Брюки льняные Фабиано Филиппи на резинки. Они очень расслабленные, точнее не брюки расслабленные, очень расслабленный стиль. Получается, надев эти брюки с любым практически верхом, но мне захотелось чуть-чуть подсобрать, что называется, образ и сделать его более утонченным. И именно поэтому я выбрала сюда блузу, а не футболку. Блуза Балентайн можно носить на выпуск, можно также заправить. Заправить можно полностью, либо только спереди. Красивый комплект, который силуэтно имитирует в чем-то комбинезон. Следующие брюки Эрика Кавалини. Они мне слегка велики. Подобные брюки я называю ноги бесконечные, потому что действительно в таких брюках с защипами, плюс, если еще встать на каблук, ноги кажутся очень-очень длинными. Здесь, конечно же, дело в средней, либо высокой посадке, дело в макси длиннее брюк. Эти брюки имеют также свою блузу, но я изначально примеряю их с укороченной футболкой тоже Эрика Кавалини. Эрика Кавалини из сезона в сезон подобные футболки выпускает. Они очень хорошего качества, мило смотрятся. И такие укороченные футболки, их достаточно сложно найти в хорошем качестве. Если классические белые футболки стали выпускать, то укороченные найти действительно сложно. И вот блуза, которая идет в комплект к этим брюкам. Безусловно, получается комплект на выход. Я вижу подобный комплект в прибрежном городе где-нибудь вечером для аперитива надеты. Блуза, кстати, очень красиво смотрится незаправленной, но из-за того, что имеется свой ремень и пряжка выпуклая, получается не очень красиво. Сейчас я покажу вам комплект и заправлю блузу. Здесь, конечно, хочется применить лайфхак с резинкой, потому что блуза достаточно длинная и заправить ее внутрь, не добавив себе ненужного объема в бедрах, достаточно сложно. Красивая, необычная деталь на плече. Кстати, этот комплект я видела на Елене, и он ей очень и очень подходил. Единственное, что на Елене был комплект в красную полоску, в то время как на мне полоска оливкового цвета. Как я уже говорила, эту блузу можно носить самостоятельно, не заправлены, допустим, с широкими брюками, либо с брюками прямого кроя. И, безусловно, подобный образ, подобный комплект прекрасно подойдет для туристических путешествий. Футболка Фабиана Филиппи, классическая деталь полоска. Посмотрите, снова узкий рукав. По всей видимости, Фабиана Филиппи любит узкий рукав на некоторых своих изделиях. Трехцветная футболка, снизу атласная полоса. Футболку можно носить на выпуск и можно носить заправленный. Заправляю в бермуды. Бермуды очень необычные. Я такие бермуды ни разу не встречала, потому что они, посмотрите, при помощи застежки превращаются в более укороченный вариант. следующая вещь. Абсолютный маст хэв для меня. Такие вещи у меня есть всегда, в любом сезоне, в белом и в черном цветах. В данном случае, это футболка с длинным рукавом льняная. Она прекрасно носится. Рукава с длинным рукавом льняная. Рукав можно оставить вот таким опущенным и получится расслабленный образ. Можно поднять рукав и сделать эффект рукав три четверти. Можно заправлять, можно носить на выпуск. Я обожаю подобные футболки, качественные, выполненные из льна, либо из тонкой шерсти. Найти их очень сложно. Они абсолютно универсальны. Последний образ на сегодня. Это платье Фабиано Филиппи. Очень красивого желтого цвета. Повторюсь, Фабиано Филиппи для меня непревзойденный мастер красивых вот таких спокойных цветов. У платья имеется юбка. В то время как в зоне лифа оставлена вещь без подкладки, просто лен. Платье очень красивое. Красивая ткань, красивый цвет. Имеются карманы. Кулиска, которую можно не затягивать. Подол слегка короче спереди, чем сзади. Идеальный наряд, чтобы в жаркое время прогуляться по лабиринту. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я благодарю Елену и Ларису за предоставленную возможность померить такое большое количество красивых и качественных вещей. На этом с вами прощаюсь. Очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.